Почти 40 часов солнца задолжала нам небесная канцелярия в этом месяце. По данным синоптиков, это отклонение от нормы в 4 раза. Дефицит солнечных лучей не прошел для самарцев бесследно. Взбиваются ритмы, я засыпаю на парах. Сегодня меня научник пропалил, что я уснула на его лекции. Очень стыдно на самом деле. Хотелось бы немножко какого-то позитива, хотя бы солнце, чтобы обрадовало. Виной тому нехватка витамина D. Он образуется в организме под влиянием солнечных лучей. Но есть, говорят врачи, альтернатива. В рацион нужно включить побольше кисломолочных продуктов. Витамин D содержится также в яичных желтках, морепродуктах и жирной рыбе. Еще один элемент особенно важен для организма осенью – серотонин, гормон счастья и активности. Это цельнозерновые крупы, рис, чечевица бобовые, зеленая петрушка. Здесь бананы, инжир, финики. То есть, достаточно количество употреблять этих продуктов, чтобы вырабатывать серотонин. Последний месяц в Самаре погода такая же хмурая, как и лица горожан. Но обмануть организм все-таки можно, уверяют психологи. Даже если день не задался, улыбнитесь и настроение сразу улучшится. Человек от солнца зависит не только физически, но и эмоционально. И потому психологи советуют самим раскрашивать серые будни. Это период, когда нужно дома включать свет, тепло. У кого есть камин, просто смотреть на огонь, на свечку, на что-нибудь. Потому что это унылый период. Не поддаваться хандре – цель номер один на хмурую осень. У самарцев для этого свои способы. Привязывать свою жизнь к погоде так вот, наверное, не стоит. Надо всегда находить в себе силы для того, чтобы быть активным, деятельным и эффективным. Слушать хорошую музыку, читать стихи, просто быть оптимистом в жизни. Если будешь говорить, что у тебя хорошо, у тебя будет хорошо. А если все время ныть, будет плохо. Тем более, что солнца ждать осталось недолго. А выходные, говорят синоптики, пройдут по классику. Нас ждут мороз и солнце. А уже сегодня самарское небо порадовало красивейшим закатом. Валерия Макарова, Станислав Левин, Григорий Плешаков. События.